Нашла. У него конструкция. Ноги и выше спина. Он пытается освободиться, но у него не получается. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Богдана в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Богдана поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Богдана. Интересуемся, готов ли он диагностики, доверить ли он нам свои биополе на период сеанса. Да, готов. И я даю команду. Значит, риск сканера начинает сканировать пространство над головой Богдана, под ногами. Тонких тел Богдана находит все. Конструкция не мешает, Вера? Мешает. И я даю команду. Значит, три. Эта конструкция отключается. Один, два, три. Полностью отключается. Выходит из его биополя и уходит в клетку-тюрьму. Эта конструкция, она гуманоида. И она похожа на трон. То есть у него ноги полностью подсоединены, как такие железные ботинки одеты. Дальше идет. Он сидит на вот этом стуле, как железный трон, вот эти железные ботинки. Он сидит на нем. Руки у него лежат на стуле. Ручки, как сказать. Подлокотники. Подлокотники. Потом спинка вот этого трона, она высоко вверх идет, выше его головы. Я вижу. Значит, у него арахноид. Гуманоид с троном. У него красный дракон. Сукуб. И демон. И демон. Веселая компания. Хорошо. Никто не агрессирует? Нет, но трон, он все равно связан с ним. Руки и ноги у него к нему как прикованы. То есть он чувствует на запястьях вот этот металл до сих пор. Переходим к реверсу энергии. Потом я буду задавать вопросы интерферентам. Они обязаны отвечать на мои вопросы, кооперировать. Кто не будет кооперировать, не будет отвечать на мои вопросы. На то будет оказано воздействие. Я даю команду тонкой копии Богдана спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродные, негативные и патогенные низковибрационные энергии в его биополе. Один, два, три. Каналы выстраиваются, сущности подходят каждый к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные, патогенные низковибрационные энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Богдану. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. И конструкции выстраиваю отдельный канал. Один, два, три. От Богдана к этому трону. И реверсом отдаю всю чужеродную патогенную низковибрационную энергию. Готово. Хорошо. Реверс идет? Да, реверс идет. И ему информация идет от гуманоида. Давай. Значит, он 15 лет у него сидит или около этого. И трон он нарастил. Так он укреплялся. Значит, он укреплялся так и в семье. И он укреплялся так, как старший брат. Он показывал, что он главный. И вот этот трон, он нарастал со временем, не сразу. И наращивал его гуманоиды. Помогал ему укрепляться. Показывать, что он на троне. Он старший, он главный. А откуда ты гуманоид? Сириус. Сириус. Ты ловец душ? Ну, в этом случае мне было просто интересно управлять. Ну, я не думаю, просто интересно. Ты что-то и брал из него? Конечно. И немало. И 100% сколько ты у него забирал энергии? Я аккумулировал эту энергию. И что ты с ней делал? И накапливал ее. Для себя, правильно? Культивировал и аккумулировал. А частички души? Вырабатывал и накапливал. А частички души и биоматериал тебе зачем? Которые в троне находятся? Так проще. Ты же знаешь, это нарушение всех законов мироздания. И за это надо отвечать. Я уточню. Частички он отдает лишь только тогда, когда его негативные стороны выплескиваются. Когда он идет к этой власти и место под солнцем. Когда он показывает свою власть, тогда он отдает эти частички трону. А трон возносит его выше и выше. Благодарю за эту информацию. Как у нас с реверсом? Идет пока. Хорошо. Так, красный дракон считает цифры над головой. У него три головы. Три головы. Хорошо. Давай три цифры. 3005, 1027 и 58. Ну, здесь все понятно. Они обучали молодую голову. Правильно, красный дракон? Очень обзывно обучали. В квартире он тоже есть. Ты в квартире присутствуешь. Мы сегодня будем эту квартиру чистить. Поэтому, красный дракон, мы с тобой будем встречаться сегодня еще один раз. Значит, тогда после чистки, когда вы все вытащите и пройдете проверку, я открою тебе портал в квартиру, ты уйдешь в квартиру, соберешь все, что ты оставил в этой квартире, дожидаешься меня, после этого я приду и открою вам портал на вашу чистоту, и вы уйдете. Все понятно? Да. Хорошо. Еще один вопрос. Кто из присутствующих еще в квартире присутствует? Бес. И бес еще. Не бес, а демон у нас. Да, Вера? Считай цифры над головой. Бес у нас. У нас бес. Хорошо. Какая цифра? А восьмерка. Реверс закончился. Хорошо. Бес восьмерка. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Богдан забирается. Чистую, светлую, божественную энергию. Один, два, три. Пошла энергия божественная, чистая. Богдан. Один, два, три. Пошел поток назад. Опиши. Ты знаешь, идет обрыв кислов каких-то. То есть, идут ситуации, идут ситуации, когда он поругался, кричал. В эти моменты он терял свой ДНК, свои частицы. Хорошо, обращаем внимание Богдана. Вы теряете свою душу, частички души посредством этих скандалов. Каждая ситуация. Это старые. Это старые? Старые, то есть, он здесь, я бы сказала, ребенок. А вот как. 17-18. Ну это 15 лет сидел. Хорошо. Ну получается, в принципе. Красный дракон. Вот этим криком показывает, он как сплетал в себе. И чем больше он не понимал, кричал, спорил, то здесь отношения в семье почему-то. Тем больше у него вот этот трон сплетался. Понятно. Хорошо. Красный дракон. Как долго ты находился в этом биополе? Три года. И арахноид. Как долго ты находился в этом биополе? Пять лет. Пять лет. Тебя нет в квартире? Нет. Хорошо. Суккуб. Как долго ты находился в этом биополе? Два. Два года и без. Как долго без находился? Без пять месяцев. Пять месяцев. Значит, суккуб был раньше его. Хорошо. Без, скажи мне, есть лярвы в биополе, Богдана? Лярвы есть. Хорошо. Ты хочешь меня спросить, отдам ли я тебе их после чистки? Попросить меня? Хочешь лярву? Хочу. Хорошо. Я тебе отдам ее после того, как придет твоя очередь вытаскивать все, что ты оставил. И тогда я тебе дам команду на лярвы. Ты можешь их все забрать. Без, расскажи мне, какая чистота тебе больше всего понравилась, что ты зашел. Ты же не просто так зашел. Тебе крик, наверное, понравился, да? Или что-то другое. Расскажи мне. Из портала смотрел на него. Присматривался, да? А потом стресс был. Понятно. Упали вибрации, и ты тут как тут, правильно? Ага. Понятно. Я вижу эту ситуацию. Ну, так вот они подходы делают, присматриваются, ждут, когда человек выйдет из себя, начнет кричать. Этот всплеск энергии моментально понижается его вибрации, а бес просто приходит на свою чистоту. Это его работа. Понятно. Хорошо, ждем. Да нет, он сейчас не так, чтобы кричит. Стрессанул сильно. Но это не меняет. Реверс кончился. Хорошо, но это не меняет смысла. Стрессанул все равно, значит, потерял контроль. Правильно я понимаю, Без? Ага. Все. Давайте. Все мы забрали. Все реверсом вернули. Теперь я прошу гуманоиду выходить не надо. Он может прямо из клетки отключить всю конструкцию от Богдана. Приступай, гуманоид. Отключай свой трон. А вот этот трон, на самом деле, он давно все эти эмоции пережил и переварил. И этот трон ему мешает, но он уже не может от него отделаться. Вот. Уже не может избавиться. Врос в него. Не врос, а он где кисти, на запястьях он к нему как прикован. И ноги у него тоже в железных сапогах. Он двигается в разные стороны, но забросить не может в себя его. Понятно. А сапоги чьи? Беса? Нет, это все к трону. Все к трону. Хорошо, гуманоид. Давай, отключай это все. Скажи мне, гуманоид, ты сказал, что ты Сириус. Сириус это... Это что? Это звезда. Он отключился. Отключился. Хорошо. Пусть ответит на вопрос. Или это не тот Сириус, о котором я рассказываю? Это звезда, которая находится в созвездии Орион. Звезда, которая находится в созвездии Орион. Все. Хорошо. Благодарю за разъяснение. Хорошо. Он убрал все. Да, Вера? Да. Я прошу Арахноида сейчас выйти и забрать все, что наставил в биополе Богдана. А, он у него грузом на плечах сидел. Он мохнатый. То есть у него вот эти лапы, плечи, голова, лапы на плечах, шея. Выше он сам на голову поднимается. Головные боли, мигрень. Что ты давал ему? Кашу в голове? Что там было, Арахноид? Пять лет это серьезное воздействие? Ну, слова идут грусть. То есть он им отдавал как-то меланхолию. Да ты что. Неужели меланхолия находится на чистоте Арахноида? Или грусть, скорее всего. Скажем так, он позитив ему не давал чисто. Все понятно. Не пускал его выше. Не пускал выше. Перекрывал там определенные частоты. Хорошо. Идем, пока он отключится. Всю жидкость забирай, если там осталось. Ничего не забывай. А значит, он пушистый. И все вот эти, как назвать их, пух, иголки. Я их как иголочки вижу, но они очень маленькие. И их много везде. Вот он их забирает по плечам. Хорошо. Плечи, грудь, шеи. Он все снимает с него. Готово. Хорошо. Благодарю. Сукуп, прошу тебя выйти. И сейчас снять все, что ты оставил в его биополе. Отключиться. Скажи, Сукуп, ты там не помогал ему в том, что он не мог найти себе подругу или вторую половинку свою? Ты закрывал его от всех? Да, он показывает, что для него он был ласковым, а для других он такой оскал у него рычит. Понятно. Но это твоя работа была, то, что он не мог найти себя... Отчасти. Отчасти. А еще вторая часть, расскажи мне. Он говорит, что он тупил из-за арахноида. То есть он не был в возможности адекватно принимать решения, и эти решения, в принципе, тебе очень подходили. Нет, он не был интересен. Был интересен до какого-то момента, а дальше тупил. А кто включал этот момент, когда он тупил? Арахноид. Он его не пускал дальше. Ну, арахноид, ну ты даешь. Я даже не знал, что вы такое можете делать. Он как спал на нем вот этими иголками, держался за шею и плечи. Да. А сама вот туловище у него было сзади по голове, и сверху вот на голове он как на нем держался, и его это устраивало. Там он отсасывал энергией. Понятно. И он не хотел, чтобы у него было какое-то развитие, то есть чтобы нарушали его... Кайф. Чистоту или же всплески эмоций каких-то, да, ему это не надо. Конечно. То есть он пускал какие-то мысли до определенного момента, а дальше он втыкал вот эти иголки, чтобы они останавливались. И у него это хорошо получалось все эти годы. Хорошо, ждем, пока Сукуб все снимет. Что там было, Вера? А что там было, Вера? Не заметила? Ну, полоски были. Полоски, ленточки кожаные. Понятно. Хорошо, Бес. Твой час. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Отключайся. И не возвращайся в клетку, а доложи мне прямо на месте, что закончил. А знаешь еще, что Сукуб снял? Он снял с шеи колокольчик. Вот как. Говорит, что он мой. Колокольчик я еще никогда не видел Сукуба, но расскажи мне, какая функция этого колокольчика? Он говорит, что какая функция колокольчика, которую вы на корову вешаете? Ну, чтобы находить его? Ну, вот и я так же, чтобы находить. Маячок это? Ну, это получается, что он всегда все равно ко мне вернется. А, вот как. Понятно. То есть ты его настроил на свою чистоту, и когда тебе надо, ты через колокольчик всегда можешь с ним восстановить связь. Правильно? Далеко не отпускаю, скажем так. Понятно. Вы весело жили два года? Мне плохо. Понятно. Хорошо. Дружить. Дружить. Понятно. Вот у кого, у кого у Сукубов и у бесов, они никогда без работы не останутся. Как и все остальные космические цивилизации. Потому что сколько пороков у человека, сколько его слабости и нежелания развиваться. Как оно это все? Они пользуются своей возможностью и своим шансом. Вот так все устроено в мире. Бывает, конечно, насильные захваты, но это совсем другая история. А эти все пять сущностей вместе с троном не зашли бы, если бы человек не дал повода для того, чтобы это все вошло в него. Скорее всего, не боролся особо. Все поправимо. У него и сейчас больше любопытства. И сейчас у него любопытство. То есть понятно. Значит, материально сильно привязан. Этим будет всегда пользоваться. Нет, он просто неосознан, скажем так. Тонкие миры для него не особо существуют, потому что он их не видит. Но сейчас видит. Тонкая копия видит всех. Хорошо. Богдан, как вы сейчас сами эту ситуацию оцените? Лачевно. Действительно плачевно. Посмотрите, сколько их у вас. И скажу вам откровенно, если бы они еще остались на пять лет, я не знаю, что бы от вас осталось. Потому что они отлично себя чувствовали и все были сыты благодаря той энергии, которую вы поставляли, деструктивной энергии. Хочут научиться защищаться от них. Для этого надо повышать свою осознанность и учиться этому. Есть очень много на Земле, правда, абсолютно разные учения. Ну, как видите, тонкий мир существует и существовал еще до того, как все остальное появилось. Поэтому эти сущности живут в этих мирах. Хорошо, это они все убрали? Они все убрали сейчас-то. Сукуп все забрал. Бес забрал, Веневера? Бес размотал с него ленты широкие такие. То есть, как колготки, но это ленты были. Снял, да, все. Хорошо, Бес, я тебе разрешаю забрать все лярвы, которые находятся в его биополе. Ничего не забывая, приступай. Вера, где у него лярвы? Там, где он говорил, да? У него лярва на голове. Где сидела ровноид. Вот так вот. А знаешь, от чего у него? Он пытался думать. То есть, у него сдавливание какое-то головы в это время проходило. А вот этот тарахноид он давил сверху, притуплял мысли. Конечно, он не хотел, чтобы он развивался. Когда он пытался мыслить. Сейчас ему будет намного легче. С того момента выработал лярвы. Да. Готовы? Благодарю. Хорошо. Так, значит, тогда у нас все-все забрали, Вера. Я даю команду Богдану на рассинхронизацию. Синхронизация до 100%. Что от трона? Идет что-то? Ну, идет рассинхронизация, она закончилась. И Богдан, вот он, как руки отстряхивает, говорит, какая грязь. Так и есть. Хорошо. Включая Богдану внутренний белый свет. Один, два, три. И, значит, три. Богдан выдавливает из себя, из всех, из него и формируется перед ним шар. Ну, эмоции у него выходят от вот этих интерферентов, эмоций, за которые они дергали. То есть, по энергиям. Правильно, выходит все. Давно, которые были, которые прошли и забылись, они все внутри. А, ну, никуда ничего не уходит, если ты это не выкидываешь. Вот так вот это. Большой шар. Но он не очень, чуть меньше мяча футбольного, но он такой плотный. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Он уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. И я даю команду скенеру, команду на контрольную проверку. Один, два, три. Скенер сканирует все семь тонких тел Богдана. Находит все. Малейшие частицы уничтожаются на месте, выпариваются. Готово, чистое. Хорошо, все все сняли. И я подхожу к Богдану, кладу руки на плечи, даю удар. Импульс высокого, вибрационного шока удара. И сжигаю все каналы. Один, два, три, удар. Отлетают каналы, открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Готово. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, красный дракон, я тебя сейчас отпускаю в квартиру, и мы с тобой через полчаса встретимся. Ты все понял? Да. Открывается портал против часовой стрелки в квартиру. Богдана, один, два, три. И красный дракон уходит в квартиру и дожидается нашего прихода. Закрывай, опечатывай, растворяй. Арахноид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Да, есть. Хорошо, бес, ты остался довольным. Ты готов уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Ему в квартиру. А, ему в квартиру, стоп. Хорошо, открывается, закрывая портал. Открывается портал против часовой стрелки в квартиру. И бес уходит в портал. Дождается нас там. Готов. Хорошо, Суккуб. Готов уходить? У меня есть выбор. Честно говоря, нет. Если хочешь, конечно, со мной встретиться, так... Нет, я не хочу. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Суккуба. Один, два, три. Суккуб собирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Не любят меня Суккубы, Вера, видишь? Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую, слушайте. Приветствуйте, Ли. Посмотри, пожалуйста, ситуацию. У нас здесь 15 лет Сириуса гуманоид. Но я, честно говоря, не знаю, не уверен, что человек сам не помог ему. Посмотри, пожалуйста, как правильно поступить в этой ситуации. Отпусти его. Хорошо. Благодарю тебя. У меня тоже была такая мысль. Хорошо, гуманоид. Благодарю тебя за информацию. Я прошу тебя больше не приходить в это биополе. Мы договорились? Это будет зависеть от него. Хорошо. От тебя зависит, встретимся мы с тобой или нет. Потому что при малейшей жалобе я через 10 минут буду, через какие 10, 3 минуты буду стоять, и ты будешь у меня в клетке находиться. Я не захожу без причины, если он даст мне причину. Хорошо. Мы передаем эту информацию Богдану. Но если ты войдешь обманом, представившись ему помощником или предлагаешь... Если бы я зашел обманом, меня бы забрали. Абсолютно верно. Так и есть. Значит, я поэтому и сказал, что у меня есть сомнения в твоей глубокой виновности. Поэтому все-таки получилось. Буду тебя отпускать. Ты готова уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте гуманоида 1, 2, 3. И гуманоид уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Патроном открывается портал. Галактическая дрон уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, переходим. Пошли по частотам. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, мы закончили чистку. У нас остались еще 10 вопросов куратору и чистка квартиры. И сейчас будем приглашать куратора. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю прийти к нам куратора или учителя Богдана. Сейчас, секунду. Богдан, руки в локтях, сгибает ноги в коленях и пробует свою энергию. Он говорит, очень интересные, густые, какие энергии текущие такие. Мне нравится это состояние. И вибрации, они не дают спустить меня на низкие мысли. Абсолютно. Низко вибрационные. Все так и есть. Приятно. Только на земле вам контроль нужно над эмоциями держать и все получится. Хорошо. Что у нас с куратором? Приветствую вас, там мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом присутствует в первозданном виде. Мы приветствуем куратора или учителя Богдана. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Богатырь. Богатырь. Так и обращаюсь. Хорошо. Очень интересное имя. Благодарю вас за информацию. Хорошо. Уважаемые богатыри, у нас... Мы сегодня проводили чистку. Меня зовут Влад, это Вера. Мы проводили чистку Богдана. И все закончили. Сейчас остались 10 вопросов, которые Богдан хотел задать своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы по мере ваших возможностей? Постараюсь ответить в понятной Богдану форме. Благодарю вас. Я начинаю. Первый вопрос. Почему у меня не складывается личная жизнь? Потому что ты ее не складываешь. Твои запросы превышают твои вибрации внутри. Я благодарю вас. Второй вопрос. У меня много идей. Почему я не могу их реализовать? Твои идеи остаются в самом начале, потому что ты не продумываешь их до конца. У тебя нет конечного исхода твоих идей и четкого бизнес-плана. Ты не видишь цели, куда эта идея приведет. Она остается идеей. Сердия не хватает, чтобы закончить развернутый план этой идеи. Закончил. Благодарю вас. Третий вопрос. Сколько процентов темной энергии я набрал? Двадцать четыре. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Сколько я прошел кармических узлов и сколько еще осталось? Два прошел, три впереди. Благодарю вас. Пятый вопрос. Но будет от тебя зависеть твое будущее. Пятый вопрос. В чем я могу черпать свою энергию и где мое ресурсное место? Умеет в виду место силы? Я не понимаю вопрос. Я понимаю ресурс. Ресурс энергии. Он в тебе. Знание кто ты поможет тебе закачивать энергию, правильно распределять, расширять и пользоваться этим ресурсом. Я закончил. Очень понятно. Благодарю вас, уважаемый богатырь. Шестой вопрос. Кто я и откуда пришел на эту землю? Плеяды. Приветствую представителя Плеяд. Мы очень рады видеть представителя Плеяд, как и всех других цивилизаций в нашей комнате диагностики. Седьмой вопрос. На каком уровне находится мое высшее Я? С восьмого на девятый почти перешло. Благодарю вас. Восьмой вопрос. На что в моей душе нужно обратить внимание, что нужно в себе развивать и на чем работать в этом воплощении? Осознавать место, где ты находишься, анализировать, не верить всему, что говорят, пропускать через свое сердце информацию и слушать свою душу. И сердце, иметь сомнения, тренировать душу – это как мышца. Она реагирует на правильную информацию, не подпускай эмоций. Благодарю вас за эти слова. Все доступно, все понятно. Я могу переходить к девятому вопросу, с вашего разрешения? Я бы хотела утвердить это. Пожалуйста. Это не просто слова. Это ответ на твой вопрос. И если он был твоим, тогда ты поймешь ответ. Благодарю вас. Девятый вопрос. Моя миссия в этом воплощении? Что тогда был предыдущий вопрос? На что моей душе стоит обратить внимание? Что надо в себе развивать и на чем работать в этом воплощении? Мне кажется, вы ответили на этот вопрос. Любая миссия. Любая миссия – это развитие души. То, что я ответила на предыдущий вопрос, это лишь маленький этап. Пройдя его, будет следующий. И следующая задача. Лишь так ты поймешь, что твоя душа развивается, пока ты жил неосознанно, опираясь на свои эмоции. И если же ты будешь анализировать душой, твоя жизнь изменится, и все твои предыдущие вопросы найдут ответ. Твоя миссия – это развитие души. Развитие именно там, где ты находишься. Осознание, анализ и рост. Убери эмоции. Благодарю вас. И последний вопрос, десятый. Самое яркое воплощение на Земле. В каком году это было, кем я там был и в какой стране жил? Земельное воплощение или воплощение на Земле. Воплощение на Земле он написал. А что, разница? Смотрю. Нет. Разницы нет. Я лишь смотрю и проговариваю это. 1534 год. Это Египет. Он жил на берегу Нила. Жрец. Интересно. Еще что-нибудь по той жизни добавите? Был он счастлив? Негатив в жизни был. Так как финансовое стремление перевысило. Он ощущает дефицит души, но заменяет его финансовым недостатком. Уважаемый богатырь, у меня вопросы закончились. Если у вас есть желание что-то лично от себя добавить или активировать его стержень на ваше усмотрение, это был бы самый лучший момент. Его стержень активирован. Все, что ему нужно, пора чувствовать эту гибкую, плавную энергию. Как она растекается по всему телу. Какого она цвета, чтобы ему легче было представить? Обычные цвета чакр. Отлично. Наполненные густотой и светом. Если он будет эмоционировать, цвета будут меняться на темные. Его эмоции несут сгустки и затемнения. Чем добрее и ярче, светлее его эмоции, тем чище его энергии. Замечательное объяснение. Благодарю вас, уважаемый богатырь. На этом у нас вопросы закончились. Но, если вы позволите, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Которую на плеядах очень хорошо знают. И как пледеянец я могу... Я надеюсь, вам это тоже понравится. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и спелыми ягодами, которые только есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение богатыря передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за разъяснение, которое он сегодня оказал нам здесь, в этой комнате диагностики. Мы благодарим его и просим принять этот скромный подарок. Это было неожиданно. И этот подарок совсем не скромный. Для меня он знает очень многое. Интересно, благодарю вас. И что вы велит определенные вибрации внутри меня. Вы были на земле, да? Очень давно. Очень давно, и знаете, эти ягоды... Сейчас я вспомнил, что такое примет душу. Это воспоминание о земле, ее энергии и чувства. Мы очень рады, что мы... Это был хороший опыт. Благодарю вас. Мы очень рады, что вам понравилось это. И я уверен, это не последняя встреча с вашим подопечным. Если он будет развиваться, очень скоро он сможет сам... Если он будет развиваться, я более точно отвечу на его вопросы. Благодарю вас, уважаемый богатырь, за эти позитивные энергии, которые вы принесли своим визитом в нашу комнату диагностики. Мы благодарим вас от имени Богдана и от себя лично. Желаем вам всего наилучшего. Спасибо. Я говорю, до скорых встреч. Я лишь хочу еще добавить. Пожалуйста. Я не зря назывался богатырь. И я, как вы это называете, синхронизирован с Богданом. Мы идем параллельно. И он легко может найти меня и общаться со мной. Вопрос лишь в том, когда он будет к этому готов. Это только ему решать. Это только он может знать. Мы желаем от себя, чтобы эта встреча состоялась как можно быстрее, для того, чтобы плодотворно ему развиваться. И получать опыт на земле, повышать свою осознанность. Но это зависит. Это все действительно лежит в его руках. Благодарю. Благодарю я вас. И мы вас все благодарим. Наилучшие пожелания плеядам. Посылаю свою энергию благодарности плеядам. Моя родная планета. Это не планета. Я знаю созвездия. Семь сестер. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Хорошо. Богдан, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы все поняли, что он вам объяснил? Очень интересно у вас в комнате. Да, мне понятно, что нужно развиваться, чтобы выйти на другой уровень. Все верно. И у вас есть помощник. Очень сильный помощник. Богатырь. Который вы всегда можете, как только вы начнете понимать себя и осознавать, у вас автоматически установится связь. И вы можете с ним общаться, задавать ему вопросы, получать ответы. Короткие вопросы, короткие ответы. И он будет первым, кто будет слышать вас. Очень круто, мне понравилось. Да, вот так и есть. Действительно круто. Хорошо. Будем возвращать вас назад в ваш биоробот. И сразу приступаем к чистке вашей квартиры.